Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Актуальный интервью» в студии Максим Мельников. 10 ноября отмечается Всемирный день молодежи. В рамках этого мероприятия в разных странах молодые люди становятся участниками различных конференций, конкурсов и фестивалей. Не обойдет ли этот праздник наш Красногорский район? И что для молодежи делается в нашем муниципалитете? Об этом сегодня спросим у Сергея Головко, начальника отдела по делам молодежи администрации Красногорского муниципального района. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Сергей, ну как я уже сказал, 10 ноября пройдет Всемирный день молодежи. А будет ли он как-то отдельно праздноваться именно в Красногорском районе? Ну, вы знаете, как правило, каких-то отдельных мероприятий в рамках проведения этого праздника мы не готовим, не планируется. Но именно к этому дню у нас проходят декады мероприятий, согласно нашей подпрограмме «Молодое поколение» муниципальной программы, которые направлены на укрепление международного сотрудничества. Так. То есть это, я так понимаю, работа с городами-побратимами? Да, совершенно верно. И именно к этому дню была приурочена поездка нашей молодежной делегации с Красногорского муниципального района в наш город-побратим Кареличи, где прошел 5-го числа, 5-го ноября, фестиваль молодежного творчества «Дружб без границ». То есть наши ребята там приняли участие в этом фестивале? Совершенно верно. Выиграли? К сожалению, они вернулись только вчера. Я вам подробную информацию о их поездке сказать не могу, но знаю только одно, что они вернулись счастливые, довольные, живы и здоровы. Ну, замечательно. Сергей, если говорить о праздниках, какие молодежные мероприятия в этом году можете выделить, что больше всего запомнилось? Ну, больше всего мне запомнился международный фестиваль творческой молодежи городов-побратимов, который в этом году проходил 14-й раз у нас в районе. И именно в этом году впервые к нам приехали наши друзья из города Побратимов, Югштадт, Германия. Ну, наверное, остались довольны поездкой. Как по отзывам? По отзывам остались очень довольны. По возвращению домой они первым делом выпустили статью, в которой указали, что наш фестиваль им напомнил Евровидение. То есть достаточно сильный подбор участников получился? Получается так. Понятно. Что еще? Какие еще мероприятия? Ну, помимо нового мира, что еще можно выделить? Ну, хотел бы выделить в рамках гражданско-патриотического воспитания такие мероприятия, как военно-спортивная игра «Защитник Отечества», смотр «Строи и песни», в котором приняло участие 24 команды наших средних и среднеспециальных учебных заведений. Конкурс «Патриотические песни. Любовь к Родине Дыша», в котором приняло участие более 200 молодых граждан. Ну, я думаю, что в этом году вот эти все конкурсы патриотические, они были очень актуальны, поскольку мы отмечали 70-летие победы в этом году. И наверняка же наши молодые люди, молодежь Красногорская, помогала организовывать различные мероприятия, наверняка какие-то были волонтерские акции. Что можете по этому поводу рассказать? Ну, конечно же, это было очень серьезное мероприятие, такая юбилейная дата, и к ней мы готовились на протяжении всего года. Был составлен план проведения мероприятий, обширная программа праздничная. Ну, и, конечно же, молодые граждане приняли очень активное участие в таких мероприятиях, как акция «Свеча памяти», которая прошла на речной улице, Забадская аллея. В этой акции приняло участие более полутора тысяч молодых граждан. Ну, еще хочется отметить акцию «Народные гирлянды памяти», которая прошла 9 мая у ДК Подмосковья. В течение всего дня были выставлены гирлянды, собирались цветы, и потом совместно с военнослужащими наши молодые граждане к вечному огню отнесли эти гирлянды и возложили. Ну, а что касается, например, волонтерских каких-то организаций или молодых людей, волонтеров, которые помогают, может быть, даже не только ветеранам, но и людям, например, с ограниченными возможностями. Вот какая-то работа в этом направлении ведется в нашем районе? Да, конечно. У нас на территории городских и сельских поселений созданы волонтерские отряды. Вот, как пример, волонтерский клуб «Люди доброй воли», он периодически проводит традиционные уже акции «Свет в окне». А это где базируется данная организация? Данная организация базируется на базе нашего муниципального утверждения «Молодежный центр». Так, и что это за акция «Свет в окне», да? Эта акция направлена на помощь социально незащищенным гражданам. То есть, ребята приходят, помогают бабушкам, дедушкам, людям с ограниченными возможностями. Помогают в плане уборки жилых помещений, благоустройству каких-то там дачных участков, приусадебных. Ну, в таком направлении ведется. Поход в магазин, в аптеку, я думаю, что такие вещи. Сергей, ну а что касается ветеранов, да, и юбилея Победы, естественно, каким-то образом наши волонтерские организации приходили в гости к ветеранам, да? Помогали ли им, слушали их истории, их воспоминания? Да, конечно, было проведено много различных акций. Вот я хотел бы отметить наиболее мне понравившуюся акцию, которая была проведена в рамках празднования 70-летия Победы. Это «Письмо Победы». Акция заключалась в том, что учащиеся средних учебных заведений Красногорского муниципального района написали письма нашим ветеранам с благодарностью. О том подвиге, который они совершили в годы Великой Отечественной войны. И потом эти письма были торжественно вручены ветеранам. Ну, а сами ветераны как на это реагировали? Это сложно описать. Ветераны слезами на глазах читали эти письма. Это было очень трогательно. Сколько всего писем было вручено ветеранам? Письм было вручено, около тысячи письм было вручено нашим ветеранам. Замечательно. Ну вот смотрите, мы немножко поговорили уже о нашей молодежи. А вот я знаю, что совсем недавно в Молодежном центре прошел замечательный конкурс. На мой взгляд, он проводился, насколько я помню, в 14 раз уже. Это «Студент года». Вот немножечко об участниках, которые в этом году боролись за право, за звание лучшего студента. И, естественно, были ли какие-то особенности конкурса в этом году? Да. У нас 30-го числа прошел конкурс «Студент Красногорского муниципального района-2015». Этот конкурс прошел, как никогда, массово. Участниками была представлена очень яркая, насыщенная программа. В буквальном смысле, по мере заполнения зала, в Молодежном центре не хватало стульев. То есть приходилось постоянно стулья доставлять. И в итоге были задействованы все стулья, находящиеся в муниципальном учреждении, Молодежный центр. Вот. Но что касаемо отличий от предыдущих конкурсов, ну, наверное, то, что этот конкурс в этом году был открытым. И в нем могли бы право принять участие не только студенты Красногорских средних специальных и учебных заведений, но также и московских вузов среднеспециальных учебных заведений. Но только те студенты, которые активно участвовали и участвуют в мероприятиях Красногорского муниципального района. Ну, и в итоге кто же стал победителем? Победителем стала студентка Красногорского медицинского училища. Ну, и, наверное, ей помогла поддержка зала, потому что поддержка была как никогда активная, и она была не хаотичная, не беспорядочная. А можно сказать, что поддержка вместе со студентами выступали как одно целое, как команда. И мне посчастливо сидеть в зале рядом со студентами медицинского училища, которые поддерживали свою участницу. Это было как на стадионе. Понятно. Замечательно. Ну, а что касается вот таких массовых конкурсов, массовых мероприятий, что ожидает именно молодежь, да, вот в ближайшем будущем? Ну, в ближайшем будущем у нас пройдет конкурс «Ты и я, одна семья» 21 числа в молодежном центре. Приглашаем всех желающих прийти, поддержать участников, поболеть и поучаствовать, конечно же, самим. А как можно подать заявку на участие? В нашей группе ВКонтакте выложена информация об этом конкурсе. Там выложено положение, согласно которому в этом конкурсе принимается участие. Ну, и, конечно же, можно позвонить в отдел по делам молодежи. У нас на сайте администрации есть телефон. Связаться с нами, и мы всегда рады любым участникам. Пожалуйста. Сергей, ну и в завершении нашей беседы хотелось бы поговорить даже не столько о каких-то мероприятиях, а о молодежной политике в целом. Да, ведь скоро Новый год, наверняка это будет какая-то новая программа. В чем будет ее особенность? Вот в чем, скажем, в каком направлении будет развиваться работа с молодежью? Ну, наша работа будет в первую очередь направлена согласно нашей подпрограмме «Молодое поколение», муниципальной программе «Дети и молодежь» 2014-2018 годов на увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию. Духовные, нравственные воспитания. Увеличение количества мероприятий по гражданско-патриотической тематике. Увеличение доли граждан, участвующих в добровольческой деятельности. Увеличение доли граждан, молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержание творческих инициатив. Ну и, конечно же, чтобы доля этих граждан увеличивалась, мы будем создавать условия, соответствующие для этого условия. И еще очень хотелось бы, конечно, чтобы и молодежь активно включалась и участвовала в различных наших программах. Ну а, скажем так, ведь вы говорите об условиях участия, и для того, чтобы человека чем-то заинтересовать, нужно придумывать нечто интересное. Чем собираетесь привлекать молодежь? Как будете, как вы сказали, расширять этот штат активных молодых людей? Мы будем разрабатывать какие-то различные новые мероприятия и активно подключать молодежь. Понятно. Ну что же, дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Сергей Александрович Головко, начальник отдела по делам молодежи, администрации Красногорского муниципального района. Спасибо большое за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Опять же, вас с наступающим праздником, всемирным днем молодежи, дорогие друзья. На этом наша программа заканчивается. Для вас в студии работал Максим Мельников. До свидания и до новых встреч.